На улице для юрточников самая жаркая пора. Юрты ставятся везде, и в городе, и за городом. Потому что юрта – это не только жилище намадов, кочевников. Это символ Великой Степи. Меня зовут Назира, мне 45 лет. К юрте я пришла лет 10 назад, когда я сидела на декретном отпуске по уходу за ребенком. И у нас во дворе ставили юрту. Я когда зашла, я просто, знаете, я просто была потрясена от того, что у меня голова закружилась, потому что я зашла в юрту, когда человек или давно не заходил в юрту, или вот просто вот это чувство такое, как будто генетическая память во мне проснулась. Я потом не захотела выходить с этой юрты, я хотела там остаться. Мысли о юрте меня никогда не покидали. Поделилась со своими родителями, с моей мамой, с братом. Они меня поддержали. Брат сказал, ну, если ты хочешь, давай, давай начнем. Мы поехали в сторону Баканаса, поехали к Чубанам и купили там первую нашу юрту, Чубанскую. Сборка юрты я занимаюсь уже около 10 лет. Первый год, конечно, это было очень тяжело. Мы первый раз, когда юрту ставили, мы ставили 6 часов. У нас было человек, наверное, 10, и мы не могли поставить эту юрту. Мы стояли, ну, мы асфальтные казахи, мы не умеем юрту ставить. И мы 6 часов ставили юрту. Потом, когда поставишь, когда заходишь в нее и чувствуешь вот этот вот подъем, душевный подъем, хочется там остаться, хочется посидеть, хочется поспать, хочется полежать, покушать мне. Там даже, когда чай пьешь в юрте, он специфический такой вкус дается, как будто, знаете, как будто ты вот вернулся к своим истокам, как будто где-то давно-давно, долго-долго ходил где-то, где-то очень далеко, а потом ты вернулся домой. Сама по себе юрта, она, знаете, как человек, потому что вот у нее все вот эти названия, вот этих вот всех деталей, да, она вот как будто организм, человеческое тело, то есть вот этот шанрак, это бас, да, вот это вот, которые дырки для того, чтобы туда ук засунуть, это называется коз. Ук, это как рука, потому что вот эта самая длинная часть, хара называется, то есть это предплечье, это называется ин, то есть плечо, и вот это место называется алакан, то есть вот как будто это рука, да, дальше вот, если так даже посмотреть, то есть сама вот эти вот киригешки, да, они как будто позвоночник человека, то есть самая нижняя часть называется етек, и получается это как человек, просто потрясающие умные люди, когда придумали то есть вот это все аэродинамика там да если там жарко открывается внизу открывается немножечко вот эргелик открывается цундук открывается все и тут сразу и прохладный воздух то есть когда когда жарко на улице если дождь пошел там закрыл цундук закрыл да и сразу на тебе как будто и зонтик у тебя закрыла наша юртона как салкеле такая высокая красивая как у свадебный женский головной убор мои даже родственники все начали удивляться типа зачем тебе это надо но дело в том что все юрты это всегда оставили только женщины в древности мужчины в мужчины поднимали только шанрак поднимали остальное все делали женщины потому что мужчины были заняты своими делами мужскими они то есть они там в начале коши они они были впереди то есть они показывали дорогу а потом сам коши это получается женщины и дети они приезжали уже все раски раскладывали потом мужчины подходили ставили шанрак помогали поднимали шанрак почему это делает именно мужчина женщина мне нельзя было поднимать шанрак, потому что сам вот этот бакхан, который, вот этот жердь, который поднимает шанрак, она символизирует такое, знаете, мужское начало, и поэтому женщинам его можно было трогать только когда женщина рожает. А желькоз и тургоз юрты, они отличаются тем, что вот когда в саданах побольше, ну в смысле их почаще, и вот эти вот дырочки, когда вот они помельче, то это тургоз, а когда вот побольше, то это желькоз считается. Сейчас вот мы ставим шестиканатную желькоз, она где-то четыре с половиной метра в диаметре у нас. Ты заходишь к себе домой, ты заходишь в мини-вселенную. Также, когда человек выходит из двери, он уже считается как бы путником. Настолько сакральная вещь, нельзя, чтобы она была грязная, чтобы она была какая-то поспокоцанная, обязательно дверь должна быть чистая. То, чем я занимаюсь, я не считаю это бизнесом. Настолько мое любимое дело. Да, я любитель, я не говорю, что я профессионал, но для меня, допустим, слово любитель, да, это не обидное слово. Почему? Потому что когда человек любит это дело, и он отдает полностью себя этому делу, что я люблю свое дело, я буду всегда им заниматься, какая-то миссия, когда ты несешь людям добро, несешь людям красоту и показываешь, насколько это важная вещь, юрта, насколько она людей всех может объединить с Анимдастарханом. Завяжи балам покрепче, пожалуйста, чтобы Шанрак у нас не скосился. Даже внутри все, которые с Шанрака идут, все в эти ленты, то есть жельбау, то есть для чего они нужны, вот эти жельбау, да, для того, чтобы, когда поднимается ветер, жельбау опускается, крепится на что-то тяжелое, служит как якорем, и юрта становится такая, ну, стабильная. Знаете, когда вот мы ставим юрту где-нибудь, обязательно подходят к нам люди, ну, просто даже прохожие могут подходить и говорить, а можно мы вам поможем? Конечно, можно. Давайте приходите, пожалуйста, подходите и все ставьте. И, вы знаете, их даже не надо показывать, как делать. Ну, сначала как бы сомневаются, смогут, не смогут, но как только они засунут, один вот ук вденут, и у них вот поднимается вот эта духовность, поднимается их генетическая память, люди начинают звенеть от этой работы, и они хотят дальше. И они не уходят, пока мы полностью не закончим, они не уходят, потом входят, благодарят, спасибо большое, люблю проводить мастер-классы именно детям, потому что дети, они, у них вот эта генетическая память, почему-то у них она настолько, она еще не спит, как у взрослых. То есть они подходят, они уже интуитивно, им не надо говорить, они как будто чувствуют, они подходят, правильно застегивают эти кириги, правильно берут шаны, ухтар, приходили с фейсбука, там, я не знаю, с соцсетей приходили, там, помогали нам юрту собирать или наоборот разбирать, они начинают так. И это настолько весело, это такая командная работа, хоть один праздник какой-нибудь я устраиваю, уже по своей инициативе везу в центр ДЦП, например, там, да, или для детей с ограниченными возможностями. Когда видишь их восторг в их глазах и настолько чувствуешь себя прям волшебником, если ты вызвал такую улыбку у тяжело болеющего ребенка, и он забыл, хотя бы на одну минуту забыл про свою болезнь, это, это дорогого стоит. Войлок это настолько уникальный материал, который может держать прохладу, когда очень жарко, и может держать тепло, когда холод и внутри зажигают, огонь, да, внутри юрты. И это настолько теплая вещь, которую даже когда ты прикасаешься к войлоку, ты чувствуешь себя как будто, ну, как будто ты домок. Юрты вообще очень много разновидностей и очень много разных размеров. Начинается юрта от трехканатной, то есть это вот трехканатная, это хараи, четырехканатная, это хонры, пятиканатная жбозы, шестиканатная ахуи. Вот это вот мы поставили шестиканатную юрту. Кириге просят в детских садах, потому что детки, они не высокого, у них очень высокого роста, и они очень гармонично смотрятся на фоне кириге. И такое ощущение, как будто они уже в юрте. У нас есть большой опыт постановки большой ханской юрты. Это 12-канатная юрта, она очень большая. И когда ставишь эту юрту, в ней, внутри чувствуешь себя как будто в крепости. Когда приходишь на демонтаж, в юрте еще люди сидят, они даже не хотят выходить, им нравится сидеть, им нравится вот этот какой-то, чувствовать объединение. И не хотят выходить. Недавно буквально приехала, и там возле юрты сидела бабушка. И рассказывала своей внучке, как там надо сидеть, тоже этот же этикет начал рассказывать, как надо сидеть в юрте, как надо заходить в юрту, что нельзя бежать к юрте. Я постояла, послушала, у меня была так эта интересность. А Пашка так к нам, я посмотрела, с таким одобрением, с таким вот каким-то даже ботан-берб, и говорит, знаешь, говорит, Хазам, говорит, вот то, что вы делаете, это великое дело. Потому что очень мало людей, которые могут это все показать, которые могут это все предоставить и делать так, чтобы ребенок уже мог прикоснуться. Потому что ребенок, он всегда познает мир через прикосновение. А тут он подошел, потрогал настоящий войлок, понюхал какой-то, я не знаю, погладил там лисью шкуру. Мальчики взяли какие-то там, я не знаю, сабли взяли и потрогали эти сабли. Они уже почувствовали себя батырами. И благодаря пожеланиям о Пашке мы поняли, что мы делаем правильную работу, мы будем и дальше сохранять наши традиции и передавать их нашим детям и внукам.